Канадский хоккей 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 А ведь было время серьезных сомнений. В 1981 году я был молодым, мне было только 19 лет. Но, конечно, это был великий турнир Кубка Канады, и, если не ошибаюсь, русские выиграли тогда в финале. Они полностью переиграли сборную Канады. А в сборной Канады тогда было много первоклассных игроков из НХЛ. Большинство теперь кавалеры зала славы хоккея. Чарли Чаплин как-то сказал, что Голливуд – фабрика, делающая деньги, а потом уже кино. Что-то знакомое и здесь – аллея звезд, брусчатки, мостовой, имена команды, клубов, ставших в разные годы чемпионами. Музей хоккейной славы в Торонто. Здесь хранится тот самый кубок, который в конце позапрошлого века купил за 10 фунтов стерлингов генерал-губернатор Лорд Стэнли, чтобы вручить его чемпиону Канады. Экспонаты описаны за каждым богатой историей. Опять же, иногда встречаются знакомые имена. Но есть один кубок в форме листа канадского клёна. Национальный символ – кубок Канады. Внимательно присмотревшись, замечаешь, никелевое окончание листа смято так, словно кубок кто-то неосторожно уронил. Мы не взяли ни одного пятицентовика, ни одного никеля у правительства. Мы сделали всё за счёт личных контактов и отношений. И был такой парень, который играл в команде ВВС, и они выиграли на Олимпиаде в 1948 году. Его звали Джон Макриди, он ещё играл за Торонто Мэйпл Ливс, и потом стал главой компании «Интернешнл Никель». Я связался с ним, и «Интернешнл Никель» подарил нам кубок. Профессиональный канадский хоккей долгое время был замкнут. Да, слышали, кто-то где-то там, в Европе, гоняет шайбу. Но это просто не серьёзно. На чемпионаты мира и Олимпиады отсылали любительские клубы. Благо, в Канаде сотни. 1954 год. Стокголем. Чемпионат мира. Дебют советской сборной. И вдруг какие-то русские медведи – чемпионы мира. Бобров, Сологубов, Бабич, Шувалов. Да вся эта команда любителей. Они просто играют в неправильный хоккей. Сделают вывод профессионалы. Я первый раз канадских профессионалов живьём увидел в феврале 1960 года. 46 лет тому назад. В Монреале играли Монреаль канадинцы и Торонто Мэйпл Ливс. Я довольно внимательно наблюдал за профессиональным хоккеем в те годы. Хотя мы имели очень скудные сведения. Очень скудные. До середины прошлого века канадцы много спорят и ищут подтверждение приоритета в изобретении хоккея. Британские солдаты играли в Шинни в парку Кингстона в 1843 году. Записано в зале хоккейной славы. Пока историки роются в прошлом, игра развивается. Происходит разделение на любителей и профессионалов. Меньше игроков – больше денег каждому. Чемпионаты мира выигрывают любители. Профессионалы работают. Профессионалов не волнует, что происходит за пределами Канады. Хватает своих страстей и интриг. Формируется система звезд. Больше забиваешь – больше получаешь. Больше звезд – больше болельщиков. Больше денег. Круг замыкается. Идеальная система. Поражают результаты. Счет заброшенных и отраженных шайб идет на сотни. Чтобы игра не наскучила болельщикам в каждом клубе, в каждой команде, свой Тавгай. Буквально крутой парень. Фактически на льду – драчун и забияка. Но время течет. То, что происходит за бортиком профессионального хоккея, уже нельзя игнорировать. Опять хочется больше денег. И вот уже русские накатывают. К исходу 70-х понятно. И профессионалам, и болельщикам нужны новые стимулы, свежая энергия и напор. Срочно нужен национальный символ превосходства канавского хоккея. Кубок наций. Бороться за который смогут сильнейшие команды мира. И даже любители. Впервые эта идея пришла ко мне, когда я красил свой маленький каточ в Торонто в 66-м году и слушал репортаж о Кубке мира по футболу. Тогда Англия в последний раз выиграла. Джефф Херс забил три гола. Я подумал, если они добились такого успеха в футболе, то почему бы не попробовать такое же в хоккее? Ирония судьбы. Англия. Каток возле стадиона Уэмбли в Лондоне. Легендарный Всеволод Бобров. Капитан советской сборной, впоследствии пошатнувший незыблемый пьедестал канадских профессионалов. Когда начинаешь вспоминать развитие нашего хоккея невольно, вспоминаешь выезд московской команды «Динамо» в Англию, где впервые состоялись интереснейшие игры по футболу. И именно там мы впервые увидели канадский хоккей. 56-й год. Италия. Картина Дампеца. Зимние Олимпийские игры. Вот русские медведи, сменив халаты на цивильное пальто и пыжиковые шапки, проходят на торжественной церемонии открытия. Это наш дебют на Олимпиаде. И сенсация. Без единого поражения сборная СССР выходит в финал. Итоговый матч с канадцами. Пока что любители против любителей. И вот сейчас комментатор Вадим Синявский подведет итог встречи. Дети против отцов-основателей. Кто сильнее? Заключительный хоккей. Матч Олимпийских игр окончен. Победа за советской командой. Канадцы первыми поздравляют победителей. Итак, советские хоккеисты. Это единственная команда, которая выиграла все встречи. И уверенно завоевала первое место. Посмотрите, один из канадцев ломает клюшку. Мы на игру шли, по три клюшки брали. Потому что они как дрова летели. А они, например, с одной клюшкой приходили. У них ТЦМовские были. Я потом выменял. У одного там еле подарила мне канадец эту клюшку. Долго я играл, она была ТЦМовская. Это фирма у них знаменитая, ТЦМовская. Она, по-моему, 1910 года что-то существует. Анатолий Сеглин. Ветеран российского хоккея, судья международной категории. Администратор советской сборной. Папа Сеглин, как зовут его в хоккейном мире, видел и судил немало матчей, любителей и профессионалов. Вот только знал бы он тогда, что клюшки эти станут раритетом, за которым сегодня гоняются коллекционеры. Клюшек у меня было сломанных столько, сколько я хотел. Тогда клюшки летели подряд. Я клюшки отламывал, привез я сюда, сделал забор из этих хоккейных реек. Забор на следующий день снесли местные мальчишки, ошалевшие от привалившего счастья. Как-то замотали, заклеили клюшки и заиграли в настоящий взрослый хоккей. У фанатов сегодня по-другому. Редко кому не показывают свои бесценные экспонаты. Это клюшка грецкий. И хотя здесь вы видите, это истон, алюминиевый, которым он часто играл в матчах национальной хоккейной лиги, в серии он играл титаном красного цвета. Сломал их очень много. Многие канадцы и игроки других команд после турнира свои клюшки просто сломали. В 81-м году нападающий Уэн Грецкий, восходящая звезда национальной хоккейной лиги. В розыгрыше Кубка Канады самый результативный игрок. Пять забитых шайб и семь голевых передач. Но в финальном матче советской сборной и ему не удастся пробить оборону красной машины. Рыцарский жест поражения. Клюшку облет. Поэтому достать их очень тяжело в наше время, потому что много воды утекло и мало их после этого сохранилось. 58-й год. Норвегия. Осло. Чемпионат мира. Канадцы верны себе. В финале против сборной Советского Союза играет любительский клуб Уитби Данлопс. Вратарь Николай Пучков остается без оружия. Полцарства за клюшку. Канадцы возвращают утерянный престиж. На верхнюю ступеньку поднимается капитан Уитби Данлопс Гарри Синдон. 14 лет спустя тренер сборной профессионалов суперсерии СССР Канада. 59-й год. Прага. На чемпионате мира канадцы впервые обращаются к любителям. Вратарю нашей сборной Николаю Пучкову предлагают контракт в НХЛ на 20 тысяч долларов. Для того времени внушительная сумма. Кажется, наших зауважали. Наверное, в начале 70-х годов со стороны некоторых представителей НХЛ были попытки заполучить ветеранов нашего хоккея, тех, кто уже закончил играть, ну, таких, как Локтев, допустим, Александров, Майоров. Вот. По тем временам неплохие деньги предлагалось. Эта идея была такая, со ссылкой на то, что много хоккеистов, которым за 30 лет играют же в НХЛ, а почему ваши играть не могут? В Праге наши хоккеисты вторые. И опять любители из Канады, клуб Бельвиль Макфарлендс, чемпионы мира. Кажется, время, остановившееся для профессионалов и в мире любительского хоккея, пошло по второму кругу. Две идеальные системы для спорта – это смерть. Кто-то же должен взорвать это равновесие. Я не люблю вспоминать Кубок Канады 81-го года, потому что русские тогда из нас дух вышибли. Это была впечатляющая команда, и я знал, что советские выиграют. Перед игрой в Монреале в форуме я столкнулся с Виктором Тихоновым. Мы обнялись, потому что давно знали друг друга, и он сказал, «Сегодня мы выиграем». Я поверил ему. Маршал Советского Союза Гречко поздравляет хоккеистов ЦСКА с очередной победой. Армейцы составляют основной костяк сборной страны. Никто не отдает им приказ победить во что бы то ни стало. Это само собой разумеется. Просто каждый из них, как игрок, уникален. А в тройке, пятерке, в команде им просто цены нет. Профессионалы? Нет. Спорт у нас повсеместно любительский. Но это советский спорт. И в космосе, и в балете, и в хоккее мы впереди планеты всей. Благодаря неустанной заботе и под будрым руководством главного болельщика страны Леонида Ильича Абрежнева. Была уже определенная, знаете, такая, как бы это сказать, пресыщенность. Потому что если вдруг на каком-то чемпионате наши оказывались вторыми, или, не дай бог, третьими, то народ, ну как это могло быть, провал там и так далее. То есть очень быстро привыкали к победам. А побеждали? Ну, само так и должно быть. Само собой разумеется. Выиграть на чемпионате мира в Москве не просто, а выиграть со счетом 20-0, понимаете? Вот я помню, Косыгин там присутствовал, тогда аплодировал, стоял, радовался, невероятно совершенно. Армейцы, как бы сказали сегодня, всегда были заточены на победу. Конечно, уже тогда всем очевидно, что они играют в профессиональный хоккей. Так же, как и спартаковцы, динамовцы, торпедовцы. Вслух об этом не говорят, но красная машина собирается именно в армейском клубе. Другие же поставляют в сборную Советского Союза только недостающие детали. Имена наших звезд, игроков и тренеров в Золотом фонде мировой хоккейной элиты. Но без указания воинских званий, рядовых, лейтенантов, капитанов, полковников. Красная армия делала прекрасных игроков, прекрасную команду. Они были лучшими во всем мировом хоккее. Канадские любители в недоумении. Мы приехали их побеждать, но не тут-то было. И тактически они сильнее, и крутые парни, красные Товгайи, нам спуску не дают. Почему они так были уверены в своих силах? Они встречались в подготовительный период с профессионалами. Когда было шесть команд, и вот из этой шестерки эта сборная играла с ними. Она с ними играла, даже обыгрывала этих профессионалов. Поэтому они были где-то уверены, что и русских смогут обыграть. Вперед, Канада, вперед! Стокгольм, 69-й год. Годом раньше наша сборная повторяет достижения канадцев. Шестой раз подряд став чемпионом мира. Побит еще один рекорд канадцев. Начиная с 63-го года мы играем на мировых первенствах 39 матчей подряд без поражений. И на этот раз красная машина первый приходит к финишу. Канадцы убеждаются, что их любительская сборная, даже усиленная экс-профессионалами, не может конкурировать с любителями Советского Союза. И ставят вопрос о допуске профессионалов на мировые чемпионаты. Даже соглашаются принять в 70-м году мировое первенство у себя на родине хоккея. На этот раз против выступает Международный Олимпийский комитет. Ну и это, естественно, так даже все ходили разговоры, потому что и те же канадцы, и американцы, что ну вот на чемпионаты мира мы присылаем не самые сильные команды. И вроде там Советский Союз все время там. А вот сейчас, когда у нас собраны все лучшие, вот вроде на Кубке Канады посмотрим, кто чего стоит. Потому что, вы знаете, в 76-м был тоже Кубок Канады. Ну тогда это сборная экспериментальная вроде как ездила. И вот Алан Иглсон оказывается с идеей разыграть Кубок Канады для сильнейших команд мира, невзирая на их статус, на нужном месте в нужное время. За кленовый лист из никеля сражается Советский Союз, Чехословакия, Швеция, Финляндия и США. Канада представлена звездами и какими? Бобби Халл, Филоспозита, Гила Флёр, Бобби Кларк, Марсель Дион, Ларри Робинсон. А у нас не играет тройка Харламов, Петров, Михайлов. Я был очень расстроен. Это были такие потрясающие игроки, и я не мог поверить, что они оставили их дома. Но, к счастью, они прислали других очень хороших игроков, и нам очень-очень повезло, что в последнем матче предварительного турнира мы победили Советских 3-1. Но это была очень-очень тяжелая игра, и если бы мы ее проиграли, то в финале играли бы русские против Чехословакии. Даже экспериментальный состав нашей сборной заставляет канадских болельщиков изрядно понервничать. Русский вратарь Тетьяк великолепен. Если парни ему забивают, значит, эти шайбы просто не берутся. Иначе за что мы платим такие деньги нашим профессионалам? Сегодня они обязаны смыть позор и унижение 1972 года, когда русские накатили и буквально размазали наших парней. Тогда мы тихо ненавидели этих русских. Мы всегда были частью страны. И все, что ненависть в какой-то стране была, она выливалась на нас. Когда мы играли профессионалов и забрасывали всякими бумагами, шариками какими-то красными, и кока-колой кидали, я даже в ворота влезал, чтобы только на меня сверху не забросали всякой дряни. В финале канадцы встречаются с чехами, побеждают. Да и страшно подумать, что могло бы быть, проиграя не первый кубок Канады здесь, на родине хоккея. На чемпионаты мира их не пускают, на Олимпийские игры тоже. Ну и пусть. Главное все-таки происходит здесь. Кто владеет никелевым слитком, тот первый в хоккейном мире. В конце концов, это ведь вопрос национального престижа. Алан Иглсон безмерно счастлив. Сегодня он с триумфом реабилитирован. Кубок Канады был частью единой концепции, начавшейся с серии 1972 года, которая была просто потрясающим событием. Москва, 1972 год. Главный болельщик страны не вполне удовлетворен. Наши хоккеисты лучшие на планете, но за океаном остаются профессионалы. Этот сын Орла, как его там, Иглсон, предлагает сыграть? В конце концов, это вопрос национального престижа. Надо играть. Тренер? Конечно, Всеволод Бобров. Ему рулить красной машиной. Армеец. Он не подведет. Я думаю, что у Всеволода Михайловича Боброва, который руководил тогда нашей сборной в 1972 году, была не одна беседа в ЦК КПСС с тем, чтобы он, с одной стороны, мог доказать, что никакого разгрома нам не будет, но и, с другой стороны, чтобы работники ЦК КПСС поверили, что это действительно так. Лайнер Аэрофлота перебрасывает красную машину через океан. Встреча едва ли не на правительственном уровне. Наша сборная, пожалуй, в лучшем своем составе. Выиграно все, что только можно. Олимпиада и чемпионаты мира. Случилась осечка в Праге, на европейском первенстве. Но не бывает в мире абсолютно безотказного оружия. Не бывал и случай. На тренировку советской команды пришли профессионалы. Вальяжно рассевшись, смотрят на тех, кого предстоит завтра размазать на своей ледовой площадке. Кто это там щелкает? Харламов? Огромное впечатление, конечно, на меня производила игра Харламова. Я помню, был в Канаде на одном из матчей. И рядом сидел, рядом со мной сидели американцы или канадцы. Один другого толкал. Говорит, нет, ты вот последи за тем, как играет этот парень. То есть, ясно, что они болели за своих, а обращали внимание на его игру. Билеты шли на черном рынке по баснословным ценам. Такие деньги, чтобы увидеть падение кленовых листьев. Избиение младенцев творится на арене Монреальского форума. Черным сентябрем до сих пор считают канадцы этот день. Семь шайб в сетке вратаря Кена Драйдена против трех у нашего Владислава Третьяка. Не пожав рук, профессионалы тихонько укатывают в раздевалку, зализывают раны. На московский черный рынок билеты на игры вообще не дошли. На все матчи я отвечал за билеты. Вдруг приходит молодой мальчик, красивый, в кожаной куртке, и говорит, мне, говорит, два билета написано было дать. А жена была, говорит, жена меня толкает глубоко, говорит, дай ему сколько нужно. Я говорю, а кто это такой? Он говорит, я Высоцкий. Эту песню Владимир Высоцкий написал раньше, когда наша сборная в пятый раз подряд выиграла чемпионат мира. Профессии она вам, зарплата на валом. Плевать, что на лед они зубы льют, им платят дешищи, огромные тысячи, и даже за проигрыш и за ничью. И вот сейчас на лед лужников выходят самые, что ни на есть настоящие профи. Ничьей быть не должно. Но каким не будет финальный счет, все-таки главное видим, что с профессионалами можно играть. Больше того, их можно побеждать. Они крепкие, сильные парни, но наши не хуже. У нас всегда были прекрасные отношения с Советской Федерацией Хоккея. И отношения с Федерацией, и с игроками начались еще в 69-м году. И я до сих пор чувствую эту дружбу. Мы встретились на Олимпиаде в Турине, и я сидел вместе с Тихоновым. Мы замечательно провели время с Шадрином, Якушевым, и с другими, кто был в командах 72-го и 76-го годов. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Канадцы нервничают. На родине им не простят поражение. Травмируют Харламова. Фил Эспозит осознается позже, что готов был убить этих русских. Был гол или нет? Почему не вспыхивает лампа? Иглсов в бешенстве сейчас рванет к сигнальной лампе. Премьер Косыгин морщится. Такой хоккей нам не нужен. Милиция подминает Иглсона, выручают канадские игроки, переводят через поле к своему бортику. Канадцы выигрывают с минимальным перевесом. Но круг разорван. И вот клюшка Валерия Харламова в музее хоккейной славы. Родине хоккея теперь есть, чему поучиться у красной машины. Возвращаясь на 30 лет назад, очевидно, что эта серия очень сильно повлияла на игру, на то, какой она стала теперь. Теперь в НХЛ взяли все лучшее, что было у русских. Очевидно, что канадская манера игры и русская тоже. Они очень сильно повлияли друг на друга. И результат этого мы видим на чемпионатах мира, на Олимпиадах. Это две лучшие страны в хоккейном мире. Канада и Россия. 74-й год, Москва, Лужники. Сборная Советского Союза против канадских профессионалов. Спокойно, без эмоций. Вы, канадцы, сильны в индивидуальной игре. Вы прицельно с силой бросаете поворотом. И катаетесь вы, конечно, лучше нас. Тогда почему вы проигрываете? Не забывайте, что вы в команде. Играйте в пас, побольше передач партнеру, и все будет окей. Мы многому можем вас научить. Скоро мы прилетим на нашей машине к вам в Торонто, и вы покажете нам что-то такое, чего мы раньше не знали. В первую очередь, конечно, это дворцы. Когда выходишь там на таком дворце, там 18 тысяч, и ни на минуту не умолкает, то это, конечно, ну так немножко все равно. Психология, психологически. А когда уже вроде как игра идет, уже на это не обращаешь внимания. Серия встреч между сборной СССР и сборной канадских профессионалов в 74-м году проходит в два этапа. Первый мы выиграли с перевесом 7 шайб. Валерий Харламов становится любимцем Канады. Наших ребят поражает любовь канадцев к хоккею. Впечатление, конечно, ошарашивающее, можно сказать, отношение к хоккею. Сами здания, сами катки, сами раздевалки. Сама форма, можно сказать. Все это как бы... Что я сделал из Канады, это я привез себе новые коньки и купил. Коньками дело не ограничивается. НХЛ добивается участия профессионалов в мировых первенствах. И все идет к тому, что своего добьется. Наша машина учится новой манере вождения. Мы учили больше маневрировать, больше двигаться, больше играть где-то... Ну, где-то в силовой борьбе немножко по-другому принимать. Где-то... Чему-то научили, конечно. Жаль, что время ничему не учит политиков. Запад выходит на новый, тоже замкнутый круг гонки вооружений. Спорт – продолжение политики. Наша сборная достойно отстаивает честь державы. Выигрывает Олимпийские игры в Саппоро и Винсбурге. Канада не принимает участия ни там, ни в мировых первенствах. А в мире повеяло знакомым ветром холодной войны. Главный болельщик был против. Но мы вошли в Афганистан. Красная машина десантируется в Лейк-Плессиде на зимних Олимпийских играх. Накануне сборная США разделана в пух и прах. Харламов смеется. Пусть они на коньках научатся стоять, эти мальчики из колледжа. В советскую сборную селят недостроенные здания детской тюрьмы. Хотите войны – получайте ее. Эта Олимпиада в Лейк-Плессиде как черная дыра для наших хоккеистов. Ну, в то время советские болельщики правительства только признавали только золотые медали. И это постоянно, везде, вот эта Олимпиада 80-го года, знаете, как меч на тобой висела каждый день. Мальчикам из колледжа нечего терять, как Влада и Бычкин. А раньше они бросились на раздражающий красный цвет до того непобедимой машины. И в ней вдруг хрустнула какая-то шестеренка. Действительно, это не была похожа та грозная красная машина, которая команда была известна всему миру. Говорят, что экстрасенсов зомбировали нашу команду. Мы ее пропижонили, если так можно сказать. Хотя, в общем, там и было, конечно, я думаю, что болезнь Виктора, она просто... Ну, и я там успел к этому руку приложить. Пропустивший два гола Третьяк на скамейке запасных, второй вратарь не спасает ситуацию. Какое-то затмение. И я видел самую большую ошибку, которую совершил советский тренер. Это было на Олимпийских играх 80-го года, когда Силк забил гол Третьяку, и счет стал 2-2. Третьяка заменили. Кажется, Мишкиным. Но не сажают на скамейку лучшего вратаря в мире. Считаю, что я допустил одну ошибку, главное. Это снял после первого периода Владика Третьяка. Я убедился потом, на протяжении уже нескольких лет, что Владик, пропуская гол, он может второй не пропустить. Он может еще сильнее играть. Может, дело не в болезни Тихонова? У него температура тогда упала до 35 градусов. И политика здесь ни при чем. Просто машина так долго шла по кругу череды побед, что даже бездушный механизм устал. И без ведома водителя решил взять паузу. Мы когда проиграли с Валерием Харламовым, сидели в номере, в тюрьме, в Олимпийской. И я вообще хотел закончить играть, больше не играть. Настолько было обижено. И Харламов говорит, да я тоже, наверное, больше играть не буду вообще в хоккей. Я говорю, я тоже, наверное, закончу. Ну, а потом думал, что нет, закончить настоящему мужику нельзя на проигрыше. Надо что-то выиграть. Для меня был главный этап вот в 81-й год доказать всем, что это была ошибка. Профессионалы готовы. Они сдвигают кубок Канады на год, чтобы смягчить афганский синдром. Они ждут. Машине необходимо дать капитальный ремонт. Виктор Тихонов абсолютно уверен в этом. Он предупреждает сборную. У нас, значит, в конце лета кубок Канады. Что это такое? Это одно из крупнейших соревнований, которое может быть в вашей жизни, есть или будет когда-либо. А может и никогда не будет. Смена поколений всегда болезненна. А когда тебя еще молодого, кажется, полного сил и энергии выдирают из организма команды, с которой ты в течение стольких лет одной крови и плоти, не боль даже, трагедия. Но они знают, что придется освободить место в машине. И не в тренерской прихоти дело. Это правило любого профессионала. А над тренером тоже стоят менеджеры. Ну, месяц, в два месяца раз меня в ЦК партии вызывали. Ну, интересовались, как готовится сборная команда, как выступают, какие вопросы. Даже если проигрывали мы какой-то контрольный матч, звонок Виктор Васильевич, что происходит. Да ничего, просто команда готовится. Болельщики и спортивная общественность в шоке. И эта потлатая молодежь займет место прославленных мастеров? Когда журналисты мне задавали вопрос, а кто же будет играть после этих ведущих? Я назвал Макару, Лариону, Круту, Касатону, Фетису. Это основа. За ними идут еще другие ребята. Уходит великолепная тройка. Харламов, Петров, Михайлов. Куда поведут машину эти новые парни? Канадцы еще не знают, что русские меняют экипаж машины. Но у них тоже частичная смена. А, впрочем, они уверены в победе. Эхо Лейк Плессиде еще продолжает гулять под крышами ледовых дворцов Северной Америки. Красиво катит военгрецкий Майк Босси. Добро пожаловать, машина! Ну, конечно, не хотелось проигрывать, не хотелось наш хоккей подставлять, себя подставлять. С этой точки зрения, безусловная ответственность была. Тем более, что ежедневно мы были на связи с председателем спорткомитета СССР Сергеем Павловым. Так что, вот это напряжение, которое из Москвы передавалось, оно, безусловно, ощущалось. Чего не скажешь о принимающей стороне. Алан Иглсон по-прежнему элегантен и обаятелен. Правда, за внешним спокойствием давно уже кроется подсознательный страх. Сколько раз эти русские совершали такое, что мир застывал в немом удивлении. Но страх по боку, когда время – деньги. Запущена рекламная кампания на телевидении. Русская тема – самая ходовая. Когда мы приезжаем в Канаду, мы любим хорошо поесть. Бепштексы, молочные коктейли, канадский бекон. А что, мы едим много орехов? Мы, русские, любим их за то, что они вкусные, хрустят. И особенно за то, что они свежие. Орехи мы едим и в Канаде. Но их придумали в России. Не правда ли? Видишь, из Рубреклина в России. Даже Курнуае, кстати, у него русское имя Иван, и тот пробежался по улице с рекламным постером Кубка Канады. И сегодня попасть на рядовой матч профессионального клуба – проблема. А 25 лет назад Канада просто сошла с ума. Царил просто невообразимый ажиотаж. Мой сын в 81-м году учился в университете в Монреале. Приходил на каждую тренировку и вытягивал сколько мог билетов для друзей. Мне даже звонили родители каких-то девушек и говорили, «Твой сын ходил на свидание с моей дочкой». И я их спрашивал, «Будешь болеть за Канаду?» И, конечно, давал им билеты. Сегодня болельщики Монреаль-Канадии сходят на русских звезд Ковалева и Маркова. Тогда все ждали Харламова. А вот, кстати, его бывший противник, легендарный вратарь сборной Канады 1972 года – Кэн Драйден. В 81-м он уже не играл, но хорошо помнит ту серию «Харламовские проходы», признавался, что испытывал панический ужас перед красной машиной. Вот Драйден на трибунах форума, того самого на льду которого волна за волной накатывала на его ворота советская сборная. В вратаре есть удобный и неудобный противник. Удобный, когда знаешь его манеру игры, приемы, откуда он сейчас бросит. Харламов велик своей неудобностью, никогда не зная, что у него на уме. Жалко, что его нет на Кубке Канады 1981 года. В памяти всплывает, вот он накатывает, накатывает, и вот сейчас, сейчас бросит. Мы пешком шли на раскатку, и вот первое печальное, такое трагическое событие было, которое у нас, это вот люди, канадцы, подходили на улицу и говорили, вы не слышали радио, что у вас в Москве произошло? Мы думали, что такое, что-то взорвалось, или что-то случилось, такое неординарное. Они говорят, у вас вот в аллее Харламов погиб. Это была очень, очень печальная новость. Он, возможно, был одним из трех лучших игроков в мире. Харламов. Он был блестящий, блистательный форвард. И это был просто шок для всех болельщиков, что он погиб в автомобильной катастрофе. И вдруг, значит, вот потом канадцы подходят, говорят, мы понимаем, что вот такое событие, давайте вот мы минуту молчания оденем повязки, так, знаете, вот канадцы как-то подошли душой к этому. И вечером, когда матч, вот объявили, весь зал встал, знаете, вот такое, знаете, молчание такое, знаете, все вместе отдали ему дань этому прославленному хоккеисту. Ну, а потом... Потом будет трудная игра с лучшими друзьями, чехами. Канадская печать расценит ничью нашей сборной как один из сюрпризов. Эмоциональный подъем чехословатских хоккеистов компенсировал преимущество в мастерстве советской сборной. Матч захватил зрителей, и люди, утверждающие, что европейский хоккей, хотя и техничный, но все же уступает по своему содержанию канадскому, должны смолкнуть. Игра в Виннипеге была самой интересной из встреч первого тура. Потом будут и другие, менее приятные сюрпризы. Форму нам прислали, во-первых, тяжелая. Форма тяжелая, она канадского покроя, здесь на канадце, ее шили так. Значит, фамилии были исковерканы, некоторые фамилии. Номера были несоответствующие нашему протоколу. И мы вот всю ночь сидели в коридоре и перештопывали. То есть отпарывали, варганили эти буквы, были запасные буквы, как бы делали правильно фамилии, переделывали номера игроков, чтобы все на следующий день соответствовало протоколу. В Москве, конечно же, следят, как развивается интрига. Кажется, наши ребята справляются с горечью потери Харламова. Надо играть, надо работать. В центре внимания любителей спорта и розыгрыш Кубка Канады по хоккею. Огромный интерес вызвала встреча сборных СССР и Швеции. Зрители не обманулись в своих ожиданиях и нет сомнения о том, что удовольствие получат и миллионы телезрителей, которые посмотрят эту игру буквально через 15 минут по первой программе. У шведов мы выигрываем 6-3. Владислав Третьяк – лучший игрок встречи. Но русская команда удивила всех. Через 9 лет после серии 72 они вновь показали свое превосходство. Да, показали, что они великая сила в хоккейном мире. И тогда это удивило всех. Тихонов нарушает монополию армейцев и вводит в сборную «Спартаковское звено». Полуфинал. Сергей Шепелев изящно реализует буллитву второй встречи с чехами. 4-1. Машина оживает. Мы выходим в полуфинал. Там были ребята такие, уже пришла там. Другая после 80-го. Новая плеяда. Ребят вестящих. Молодые. Голодные. Такие звенящие ребята. Причем играющие ребята. И я скажу, вот это время. Я говорю, мы не прииграли ни одного матча. Но эти победы будут позже. А сейчас усмешка судьбы. С таким же счетом 4-1. Канадцы обыгрывают США. И тоже выходят в полуфинал. История повторяется. Переполненный заумом реальского форума. Советская сборная встречается в финале с Канадой. В Москву летит тасовка. Во время представления игроков шум в форуме, где собралось более 17 тысяч зрителей, стоял невероятный. Это подействовало на некоторых наших игроков, особенно молодых, которым никогда раньше не приходилось выходить на лед в обстановке такого ажиотажа. Что заставило Иглсона настоять на живом исполнении гимна СССР? Ты чувствуешь, что ты не только третьяк на площадке, не только команда, которая стоит на льду и сейчас будет соперничать с канадцами, но ты еще представляешь, ты становишься частью страны. Частью 250 миллионов. И вот когда Советсоюз, гимн, ты вспоминаешь свою страну, знаешь, что болельщики за тебя болеют. Это тебе дает, придает силы. После символического вбрасывания начинается представление составов команд. Куда-то улетучивается уверенность тренера канадской сборной Скотти Боумана. Кажется, что-то сломалось и в их машине. Но в начале турнира нам пришлось принять серьезное решение. Вратарь Билли Смит из Нью-Йорка, который хорошо тогда играл, сказал Скотти, что он не привык тренироваться в день накануне матча, в день матча и на следующий день после матча. Это было что-то новое для Скотти Боумана, и он сказал, что это неприемлемо, и послал Билли. И тот уехал домой. Премьер-министр Канады Пьер Трудо, как рядовой болельщик в предвкушении разгрома. Канадцы бросаются в атаку, но наши ребята уверенно защищаются и даже контратакуют. Прекрасно работает спартаковская звена Шалимов, Шепелев, Капустин. Гила Флёр, что-то идет не так. Надолго запомнится ему эта игра. Ставь подает в штампу, хорошо Шепелев оставил Шалимову. Запомнилась она еще перед матчем, когда Анатолий Владимирович Тарасов на раскатке подзывал по одному наше звено. Шепелеву просто взял и поцеловал, ни слова не сказал. А когда подозвал меня, он сказал, были такие слова, «Витька, ты думаешь, миллионы советских болельщиков будут болеть за сборную? Нет, они будут болеть за спартаковское звено. Идите, играйте». Уэн Грецкий за ворот выбрасывает шайбу на пятачок. Но отработанный до автоматизма прием отчего-то не срабатывает. «Все время на хоккейный пятачок вышел Шалимов. Шалимов проходит вперед, выходит в зону, по центр!» «Можно было бросать и с линии ворот, нам это не страшно было. Нам главное, чтобы с близкого расстояния от ворот не давать бросить. И в то же время обеспечить так, чтобы Третьяк, Владимир Слав Третьяк, видел начало броска. Не давать добивать, вот все. Задача проста». Владислав Третьяк творит чудеса. За два дня до финала он проводит тренировку, на которую слетели журналисты всех центральных газет. Приехали даже телевизионщики. Редкое внимание, незнакомое даже профессионалу. «Войне я преображался, когда канадцы и телевидение проходили посмотрели мою тренировку. Я на тренировке не пропустил ни одной шайбы. Тренировка будет невозможна, но я практически сделал это. И на следующий день канадцы написали, да, мы посмотрели Третьяка, как он вчера играл, как зверик голодный. Вот так как он завтра сыграет, так и мы и сыграем в команде Советского Союза». Кажется, фортуна просто отворачивается от канадцев. «То, что первый период закончился на ноль-ноль. Безусловно, заслуга всей нашей команды, которая хорошо играла в обороне. Ну и плюс, конечно, Владислав Третьяк, который играл просто фантастически в эти первые 20 минут». Третьяк поймал кураж, и в канадцев просто не могли ему забить. Бросали, ну, как обычно они играли, так более прямолинейно. И получалось так, что они проходили синюю линию и щелкали поворотом в основном. А потом, ну, Третьяк дальние броски все ловил. «Второй период, счет ноль-ноль. А вот и то, о чем говорил Тихонов нашим газетчикам. Проход Макарова, пас на Крутого, ответный пас. Иларионов распечатывает ворота Майка Люта». «В день финала я нервничал, но не больше, чем перед любой другой игрой с русскими. И когда мы забили... Нет, русские забили первый гол, а мы сравняли счет, я тогда подумал, пока все неплохо». «Шок канадцев проходит. Восьмая минута второго периода. И Кларк Гиллис с подачи так красиво катающегося в рекламе Майка Босси забивает ответный гол. Вперед, Канада. Вперед. Но потом бум, и еще семь шайб за спиной Люта. А могло быть и пятнадцать за один вечер. Пятнадцати не случилось. Но то, что творит этим вечером спартаковец Сергей Шепелев, просто чудо на льду. Хэт-трик. Три шайбы подряд на протяжении одной встречи отправляет он в сетку Майка Люта. Я знал, что перед последней игрой Майк Лют вел переговоры о своем контракте на следующий сезон. А у подруги Уэйна Грецки ночью сильно разболелся зуб, и они поехали в четыре утра к доктору. Но в нашем бизнесе не бывает оправдания. За все надо расплачиваться. Русские тогда нас просто распластали, и весь мир увидел, насколько хороши они были. Канадцы верны себе. Последний аргумент в споре – вспомнить, что профессионалы крутые парни. Но вот Владимир Крутов в меньшинстве забивает пятую шайбу. У канадцев одно желание – побыстрее закончился бы этот кошмар. Президент НХЛ Джон Зиглер потихоньку начинает аплодировать русской команде. Игорь Лорионов забивает свою вторую шайбу в ходе матча. Красная машина мчится к победе. По существу это рождалось новая сборная. Вот тот же Шепелев появился. И вот в этих обстоятельствах роль первого звена Фетисов-Касатонов, Макаров-Лорионов-Крутов была просто огромна. Голиков и Скворцов, будто вспомнив, какой сегодня год, 81-й, вколачивают шайбу в сетку. 8-1. Может быть, даже это интересно, когда ты не только обыгрываешь команду, но и обыгрываешь всех публик, которые тебя ненавидят. И доказываешь всем, что ты представитель большой страны. Я думаю, что это придает силы, и тебе вдвойне приятнее победа. Алан Иглсон и Пьер Трюдо помогают капитану нашей сборной удержать 40 килограммов канадского престижа. Столько весит кубок. Владислав Третьяк признан лучшим игроком турнира. Виктор Тихонов, давший ремонт красной машине, рискует и выигрывает. Такого позора профессионалы не испытывали целых 9 лет. У нашей сборной впереди две пятилетки качественного хоккея, которому великолепная пятерка будет диктовать моду профессионалам. Алан Иглсон больше не станет искушать судьбу заниматься хоккеем. Вячеслав Фетисов станет капитаном. А сейчас ему просто хочется пить. И пока наши ребята несут кубок Канады в раздевалку, он потихоньку исчезает с поля и находит неприметную дверь под трибунами форума. В баре почему-то одни девушки. Он просит бокал пива, но ему наливают стакан водки. На следующий день канадские газеты выносят в заголовки слова одной из жен игроков канадской команды. В баре они ждали своих мужей, победителей. Говорит, забежал русский парень. Говорит, мало того, что он выпил стакан водки, запил пивом, всех нас исцеловал, говорит, и ушел. Ну, такой резюме, как же мы этих русских вообще будем обыгрывать в дальнейшем. Да просто никак. Дальше именно русские парни будут обыгрывать всех. 1984 год, Олимпиада в Сараево. Советская сборная возвращает звание сильнейшей команды на планете. первое олимпийское золото Вячеслава Фетисова. Последнее у Владислава Третьяка. Он уходит непобежденно. Следующую Олимпиаду у себя в Калгари канадцы проигрывают с сухим счетом 5-0. Со временем красная машина сменит цвет, но пока что ее экипаж непобедил. Вы могли бы начать с этой пятеркой и сказать дайте мне 5 этих парней и любых других 15 человек, которые могли бы просто ходить. Неважно смогут ли они еще и кататься. И это будет команда, которая сможет стать достойным соперником и выиграть Кубок Стэнли. Но если к ним добавить Третьяка в его лучшей форме, то это была бы лучшая команда за всю историю. Имена героев этой истории вписаны золотом в зал славы мирового хоккея. Но только Кубок профессионалы оставили в Канаде. Регламент турнира предусматривал это. Канадцы, не сомневаясь в победе своей сборной, просто забыли сообщить об этом другим участникам. И когда наши ребята пытались вынести кленовые листы с форума, набежали полицейские и в потасовке Кубок случайно уронили. Мы были в депрессии. Пиво и шампанское остались неоткрытыми. Я вышел из раздевалки и тут наш дантист крикнул «Ал, Ал, они воруют Кубок Канады!» и указал в сторону русской раздевалки. Я видел, как они его прятали в двойной мешок. Ну и я помчался туда. Таффлбэг! Таффлбэг! Тогда ты отправился кубок в музей хоккейной славы в Торонто. Спор, кто сильнее, как-то сошел на нет. Вячеслав Фетисов позже выиграл главный кубок профессионалов, кубок Стэнли. А тогда, четверть века назад, канадские болельщики на свои деньги сделали копию Кубка Канады и отправили ее в Россию.